По инициативе СЭС Морпорт Актау и Палаты предпринимателей от Амикен прошла встреча, на которой бизнесмены обсудили возможность расширения приоритетных видов деятельности СЭС и размещения своих предприятий на территории свободной экономической зоны. В частности, швей у Магисталовской области выступили с инициативой открыть свои цеха на территории СЭС. Однако, по правилам деятельности свободной экономической зоны, здесь имеет право размещать производство только в соответствии с приоритетными отраслями. Теперь СЭС выйдет с инициативой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития, и вполне возможно, текстильные производства появятся на территории свободной зоны. В СЭС Морпорт Актау на сегодня действует уже 9 субзон. Общая площадь СЭС больше 2000 гектаров. Здесь созданы идеальные условия для ведения бизнеса. Каждый инвестор освобожден от налога на имущество, земельного и корпоративного подоходного налога. Также отсутствуют НДС на импортные товары и таможенные пошлины. Каждому участнику предоставляется земельный участок с освобождением от арендной платы. Виды деятельности СЭС утверждаются приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития. Сейчас их 25. В основном это химическая промышленность, строительная отрасль, машиностроение и туризм. Однако, в этом списке нет легкой промышленности. Но, возможно, в скором времени она появится. Пока в СЭС рассматривают только швейное производство. С инициативой о создании текстильного кластера выступил Совет деловых женщин Мангисталской области. Известно, что каждая третья женщина в Мангисталу занимается шитьем. Так повелось испокон веков. Многие из них стали открывать свои цеха по пошиву одежды или постельного белья. Появилась масса микро- и мини-цехов. Есть среди них и те, которые наращивают производство, открывают шоурумы и выходят на казахстанский рынок. Я говорю о том, что на всех трибунах, что через года два мы придем к такой ситуации, когда эти люди будут наращивать производство, эти предпринимательницы, женщины, а площадей нет. У них нет возможности каждой строить свой цех или там какие-то выкупать целые этажи и так далее. Поэтому я выступила в прошлом году еще с инициативой о том, что нужно создавать текстильный кластер на базе СЭСМОРТОКТАУ. Но тут, оказывается, были проблемы, потому что по ОКЭДу это не входило в приоритет развития СЭСМОРТОКТАУ. И я поставила вопрос о том, что нужно в правительстве добиваться того, чтобы включить этот ОКЭД в тот перечень, который здесь по Мангисталу у нас есть. К слову, это уже вторая встреча бизнесменов и представителей СЭСМОРТОКТАУ. На этот раз приехали бизнесвумен из Женаузена и Мунайлинского района. Всего в области, по самым скромным подсчетам, швейным делом занимаются около тысячи предпринимательниц. Но если раньше был перекос в сторону национальной одежды и корпе, то сейчас все больше швей обращают внимание на новую нишу – пошив постельного белья для отелей и гостиниц, а также детской одежды. Не секрет, что Мангисталу уже много лет занимает первое место порождаемости в республике. Ольга Золотых, Ролан Аметулы, Новости.